Всем привет! Сегодня будем коптить свинину. Новый вариант диетический. И будем плюс испытывать еще вот такой цифровой термометр для духовки. Но мы попробуем приспособить его в коптильню, если получится. Но будем делать вместе с нами. Вместе. Итак, цифровой сам, что было в комплекте. Сам термометр. И зонт. И где-то метр здесь кабелечка. Вот хватит, нам не хватит до коптильни. Будем смотреть. Здесь вставляется, работает от двух батарейков. Батареек формата 3А. Спешу. На задней стороне включение-выключение. И выставляется таймер. Таймер 99 минут, 59 секунд. Ну, до 100 минут. И два магнитика, если можно на духовку. Кто делает колбасу в духовом шкафу или что-то прикрепить, крепится на магнитах. Итак, включаем. Вот так это выглядит. Вот свет включить. Выставляется здесь, но автоматически, если вот здесь видно. Цифровой дисплей цветной, сенсорный. Вот сейчас здесь говядина выставлена. Автоматом температура должна выставляться. свинину, если делать. Рыба. Наверное, плохо будет видно. Здесь вот рисуночек. Ну и так далее. Овца, курица. Всё подряд. Это установленная температура автоматически. Можно всё выставить, если кто желает, всё вручную. Так, нам надо свинина. Вот поросёночек нарисован. Если видно. Коптить мы будем свинину. Вот свиная шея. Как сейчас покажу, мы его немножко, этот приборчик сейчас испытали, рабочий он или нет. Сейчас будет чуть-чуть кусочек. Здесь обмотано нитками сейчас. Сейчас немножко оно просто должно постыть. И сейчас покажу, что мы будем, какой диетический вариант из него пытаться сделать. Мясо вот только закипело. Стоит на русской печке на плите. Вот мы сами для себя его решили попробовать. Вот сейчас температура 59. Вот пихает сейчас до конца. Уперлась? Угу. Вот температура растёт. Значит, работает. Вот 77. Это как поставили 79. По свинине 82. Ну, рабочий инструмент. Мясо вот подостыло. И мы его помазали растительным маслом. И сейчас будем его пеленать в марлю. Такой будет диетический вариант. Рассол мы делали для копчения. 50 грамм соли на литр воды. И больше ничего не клали. И вот сейчас в таком виде. Помажем решёточку. Ещё маслицем. И пойдём пытаться ставить в коптильню. Если у нас получится с этим прибором. Костёрчик вот уже горит. И подставочка стоит под коптильню. Коптильня нетрадиционная. Из бака. В баке уже наложена ольховая щепа. Вот уже было заранее заготовлено в таком вот виде. И просто она подсохла. Пришлось помочить. Но это уже остатки здесь. И вот наше мясо. Плюс жена здесь положила ещё два бедра корочка. Посмотрим как раз разницу. Что получится между таким и просто как стандартный вариант. Вниз ставим. Здесь вот импромизированный такой поддончик получается. Чтоб сюда всё лишнее влага скапывало. Просто старая тарелка. И вот сейчас на эта решётка. Решётка этой микроволновой печки. Сеточка. Вот сейчас мы будем ставить. Так, а где у меня крышка-то? Оставила? О, вроде ничего. И сейчас будем зонт пробовать. А, сейчас я поправлю. Это я так временно сейчас показать. Здесь вот просто крышка. Раньше я здесь крюк. И навесное состояние мяса коптили. А сейчас побило отверстие побольше. И попробую сюда пристроить зонт. И как что у нас сейчас получится, посмотрим. Термометр умудрились вот таким способом подвесить. Значит, здесь будем надеяться, пластик не расплавится с подветренной стороны. Но здесь и повыше. Вот сейчас сколько? Минут, наверное, 5-8. Может быть, постояло, как костёр опять хорошо зажгли. Вот сейчас температура внутри 47. Будем по ходу смотреть. Сам датчик я вот в крышке, как показывал, сделано. И температуру берёт он с самого конца. Зонт берёт с самого конца. Будем надеяться, что это вот тут температуру он не берёт. Но это так и есть. На самом конце стоит датчик. В середину продукта вторнута зонт. Сейчас я попробую ещё поставить таймер. Мне это одной рукой-то неудобно. Ну, таймер поставлю, наверное, на минут 30 сейчас. Вот я поставил таймер на 30 минут ради эксперимента. И он должен подать звуковой сигнал. Посмотрим, что будет. Вот сиротка прилетела. Летом с рук ел. Откуда вот он взялся? Сейчас уже поотвык. Сейчас мы тебя мясом накормим. Погоди. Вот появился. Откуда-то. Приходи к коптильне. Прилетай, типа. В смысле. Вот на таймере осталось вот 40 секунд. Сейчас посмотрим, издаст ли звуковой сигнал. Вообще, этот я прибор брал жене для изготовления колбасы в духовке. Так как при приготовлении зонт вставляется самый кончик зонта. Берётся с температуры. Должна быть температура, определённая в середине продукта. Сколько там? Градусов 70, да, при колбасе? Сейчас посмотрим звук. Кто пользуется такими приборами, напишите. Магнитик можно приедет. Магнитик, да, магнитик ты уже говорил. О! Пищит. Ну, правда, не очень громко. На весь колхоз не услышишь. Сейчас посмотрим, сколько там температуры я выключу. Температура, вот я переключил, сейчас же 54, маловато, конечно. Но мы здесь отвлекались. То голубя кормить, блин, то баню топить. И немножко прогорал, конечно, костёр, что не есть хорошо для копчения. Сейчас, конечно, всё равно полчаса. Это мало, это чисто экспериментально было проверить этот аппарат. Сейчас мы ещё поподкинем, нормально покоптим. И будем потом смотреть. Минут 10, наверное, ещё надо, потому что крочка сырые. Посмотрим разницу. Сейчас температура 67. Вот мы сейчас будем снимать. Больше 70 она не поднималась, если верить прибору. Но так как мясо у нас уже подварено было, окорочка маленькие. Сейчас мы вот снимем. Уже по нашему времени, это минут 45. В принципе, мы где-то так коптим. И будем пробовать на срез, что у нас получилось и какой внешний вид. Ну вот, наше копчение на столе. Сейчас распеленаем его и посмотрим вот разницу. Мясо разрежем. Это будет понежнее, конечно, вариант. Вот, как видим, как закоптились окорочка, очень тёмные. И мясо. Ну, режь его посередине, прям посмотрим, как пропеклось. О, сок-то ещё есть хорошо, сок не ушёл. О, ну как там у нас... О, ещё скворчит всё. Ну и всё, чё, светая нету, крови нету. Ой, паром застилает мне камеру-то застилает. Всё, ё-моё, ничего не видит. Камера запотела. И вот, как видим, какая разница. Ну, запотевшая камера, да, вот чёрная, а здесь всё белое. Диетический вариант. Да, и кто пользуется, я уже просил, оставьте комментарий. Может быть, кто пользуется такими приборами. И ссылочки я, конечно, оставлю на более продвинутый под видео будет на более лучший прибор. Вот, всё, камера. Ну, на этом, до свидания. Извините, камера запотела. Всё интересное впереди.